Как я уже говорил, только в Антиохии, в 12 главе Деяния Апостолов, ученики стали называться христианами по причине того, что они исповедовали Ишуа Мессии, то есть слово Мессия как Христос. Это помазанник, это Богом данный. И момент очень важный понимать, что до этого времени евреи даже не называли себя, верующие в Ишуа, христианами. Они были часть общества, в котором они жили. Они приняли обетование, которое было дано для евреев, его приняв, они уверовали в Ишуа Мессия как Мессию и избавление. Это было просто уникальное состояние, потому что мы видим, Деяния Апостолов описывает, как начиналась община. Но при всем этом, давайте поймем правильно, кто такой Ишуа Мессия. Кто такой? Мы же говорили о пророчестве. Мы понимаем, что христиане, или те, кто на сегодняшний день говорят, что они не христиане, они ссылаются на человека, жившего 2000 лет назад, родившийся в Палестине. Он говорит так, не палестинец он, это сегодняшний день понятно, да? Он родился в Палестине, одном из районов Римской империи, местности. И он был учителем. Очень часто люди говорят по-разному, потому что первое христианство, оно было такое, что они видели, что он был помазанник, он был еще Духом Святым для проповеди Евангелия. Кто-то уверовал, что он истинный Мессия, послал на сверхъестество. То есть было разделение внутри. Но при всем этом, Ишуа – это тот, кто родился и жил в Иудее, родился в иудейской семье, исповедовал иудаизм, ходил в синагогу, был обрезан. Мы говорим о том, кто открыл себя миру, и он говорил, что я ничего не делал, если отец мне не скажет, который был распят в пятницу, 7 апреля 30-го года. 9 апреля он воскрес из мертвых. Откуда знать? Очень просто. Если вы возьмете праздники пасхальные по еврейскому календарю и отсчитаете их обратно, вы поймете, когда все случилось. Так же самое можно почитать, и так же самое можно почитать, когда Ишуа в каком-то время говорил «Дух Господа Бога на мне», когда ему дали свиток Тора, тоже можно почитать. Это Гафтара, которая была читаема на то время. То есть есть принципы в иудаизме, которые ты следуешь. Но при всем том, спустя 40 дней, спустя 40 дней мы ждем праздник фактически День Пятидесятницы, после воскресения из мертвых День Пятидесятницы. Но он пробыл с учениками 40 дней, уча их, наставляя их. То есть это время, примерно 18 мая, он был взят на небо. А 28 числа был праздник Шаваот. Особенный праздник Господень, на который, как мы говорили, приходили паломники, еврейские паломники со всего мира. 28 мая. Мая. Шаваот. Это праздник Пятидесятницы. Надо посчитать еще. Поймите, это праздник веселья, радости, Божьего благословения, благодарности перед Богом. Это праздники Господни. В этот момент очень часто люди любят говорить в церкви, что из-за боязни иудеев они так прятались, что забились в одну маленькую комнату в горницу, 120 человек. И там от того, что они сильно в трепете были, зубы на зуб не попадали, вдруг внезапно они стали говорить на языках, потому что был сильный ветер от того, что они зубами стучали. Ну, это шутка, но на самом деле понятие такое, что в маленькой горнице собралось 120 последователей Ишуа, Мессии, зная, там были и 11 учеников, которые апостолы, и они там молились, они славили Бога. Причина их собрания в Иерусалиме было повеление Ишуа, Мессии, чтобы они там ожидали обещанного. Обещанное, как интересно, выпало на праздник, на праздник словословия и хвалы. Услышьте меня, пожалуйста, это очень важно. И в христианском мире, церковном мире дается как бы такая версия, что они из-за того, что они боялись иудеев, они собрались там и праздновали, ну вот ждали, когда сойдет Дух Святой. На самом деле, они ожидали праздника, на который пришли все иудеи. Да? И они начали молиться. На самом деле, если вы посмотрите, без предположения, что не в маленькой комнате они собрались, они собрались в храме, в храме, потому что туда приходили все паломники, они находились в отдельном крыле. Когда пришла молитва, начали молиться, они влились в эту молитву благодарения, и написано, что люди услышали сильный шум, сильный шум. Они даже удивились, как и как можно, вот подайте себе вотку мысль, как можно увидеть людей, которые заперлись в горнице, и говорить, что они пьяны. Значит, видели другие люди. Или, например, был большой балкон, они на большом балконе, там, а-а-а, раз когда зашлись. Но я хочу, чтобы вы услышали. Фактически, мессианская община в своей силе, в силе благовестия родилась на храмовой горе. Очень важно, чтобы вы понимаете это. На храмовой горе. Через буквально несколько десятков лет этот храм будет разрушен. Но Ишуа говорит, вы храм Бога Живого. И Дух Божий живет вас. Как интересно, что именно на храмовой горе родилась община. Об этом говорил Ишуа. они получили силу. И эта сила именно была как бы началом вот именно развития общины через благовестие. То есть, они получили силу. Мессимон вышел и проповедовал, и в то время присоединилось 3000 человек. Именно вот момент это очень важный, потому что здесь во второй главе Деяния апостолов. Я прочитаю вам эти места. Специально. И так твердо знайте весь дом Израиля, что Бог создал Господом и Мессии его, Ишуа, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Симону и прочим апостолам, что делать нам, братья, мужи, мужи, братья, что делать? Услышав эти слова, они говорят, что же нам делать? Симон сказал им, покайтесь, и так крестится каждый из вас во имя Ишуа, Мессии, для прощения грехов и получите дар Святого Духа. То есть, слово крещение, здесь используется слово миква, то есть, ритуальное очищение, но также слово твила, которое говорится о погружении. И он говорит, что же нам делать? Он говорит, и Петр или Симон говорит, делаем как всегда, как при всяком деле, когда мы приходим издалека, потому что паломники, когда приходили в Иерусалим, они перед тем, как приступить к священодействию или приступить на храмовую гуру, они должны были пройти очищение, омовение. И это обряд, он всегда присутствует в иудейской культуре. И Симон предлагает им одну вещь сделать, которую они понимали, ну, как дважды два. То есть, совершите чуу, совершите покаяние, обратитесь от своих дел, да, каких? о том, что вы ожидали Мессию, и Он явился, и то, что вы увидели, это обещание Богом, которое было дано через Иоиля. А если через Иоиля Бог открыл то, что вы сейчас видите, то, то, что было сказано другими пророками, исполнилось Вишуа Мессии, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых. Что делать? Раскается. 3000 человек в то время приняли Мессию Иишуа. Что они приняли? Христианство? Что они приняли? Какие-то новые термины, или же какие-то новые обязанности, какие-то правила, или какие-то новые постулаты? Абсолютно нет. Тогда не было ничего. Они принимали, естественно, обещание Богу и обещая Богу служить чистой верной совестью. Это заставляло их возвращаться обратно и нести благую весть в Рим, Испанию, в Вавилон, где они были, и это, ну, идя обратно в те поселения, где они жили. Как мы говорили, помните, что Римская империя, она была созидаема такими небольшими народностями, хотя это была империя, но каждый народ нес свое божество, свою культуру, свои принципы, и Римская империя, она склонно относилась к этому, хотя имели свои религиозные обряды, да, и они, возвращаясь обратно в те селения, в то место, где они, откуда приехали, евреи, что бы они делали? Они, конечно, делились тем переживаниями, которые они получили внутри, что мы видим в Эфесе, Рав Шаул приходит и говорит, помолился с братьями в синагоге, и говорит, какое крещение вы приняли? Отчего? Что вы приняли? Он говорит, кроме Иоаннового крещения мы ничего не знаем. То есть Иоаннового учения это было при приготовлении путь к Мессии. Все, что они были, они в ожидании, что Мессия пришел. Мессия, где он? Вот они в этом ожидании, покаяние, покаяние, раскаяние. И тут они молятся с Павлом, да, и он понимает, что они, хотя и ожидают Мессии, то есть они поняли, что еще Мессия может быть, но они еще не были крещены Духом Святым в силе. И он определяет это через ихнюю молитву, через их общение, через то, что они делали. Также самый вопрос у меня, кто начал общину в Риме? Не, ну, с апостолов? Кто? А мы не знаем. Мы не знаем. Они приходили в Рим кому-то? Они пришли кому-то в Рим? Те, кто уже имели начатки веры, те, которые уже имели. И жизнь раскаянных, принявших Мессию Иешуа, евреев, иудеев, ничем не отличалась от иудеев, которые были и в весовом Израиле. Фактически мы видим, что община, родившаяся на храмовой горе, получила заряд благовестия, то есть нести благую вещь о переживании, которое сверхъестественное, и переживании принятия Мессии. В то же время мы можем говорить, что община начала свое действие, начала жить внутренней жизнью, поддерживая друг друга. Они себя не отделили от общества израильского. Они ни в коем случае этого не делали. Мы видим, что существовала молитва. Помните одно из таких первых понятий, что исцеление храмово? Кто и шел в час молитвы? Какой час молитвы был? Девятый час молитвы. Девятый час молитвы Симон и Иоанн и шли куда? В храм помолиться. И секундочку, интересно, что вы там делаете в храме? Если мы говорим о таком резком отделении, вот это иудаизм, а это вот уже христианство, вот Ишуа начал новое движение, христианство такого, тогда должно быть четко, мы вас не принимаем, мы стали новыми совсем. Они зачем-то и шли. Они шли на молитву. И вот в этой молитве, когда они шли, люди исцелялись. Если Бог был противником храмов обрядов, да, и тех законных таких чувств, которые имели люди, там, основной молитвой для евреев в то время была Амеда. Амеда. Это молитва. Она означает стояние. Вы заметили, что иудеи не молятся на коленях? Замечали, нет? Амеда переводится как стояние. Стоя ты произносишь молитвы. Амеда была составлена где-то 5-3 век до нашей эры. Амеда. принципы, которые были в утренней, дневной и вечерней молитве. И до сих пор они остаются в иудеизме. То есть шахарит, это утро, утренняя молитва. Минха, это у нас дневная молитва. Маарив, у нас вечерняя молитва. И во всех этих молитвах существует принцип Амеды. Я понимаю, что я сейчас вам говорю такие слова, вы потом это поймете. Послушайте внимательно. Великое собрание иудейского народа, там было служить учителя, они составили принцип Амеды, принцип молитвы. Каким были? Принцип молитвы было всегда, начало молитвы было с благодарением, благословен Бог, наш Царь Вселенной, Владыка Вселенной, и заканчивалась молитва тоже благодарением. Это принцип. До разрушения храма записанных записанных молитв, конкретно записанных молитв, которые сегодня мы имеем у нас в Талмуде, извините, в Сидуре. В Талмуде это как бы уже учение, которое мы уже потом имели сам Сидур, которое записано в Сидуре, он уже разнообразный есть. То, что мы имеем, записанные молитвы, они начали образовываться уже во времена Талмуда, после падения храма, для того, чтобы сосредоточить фокус евреев к цели. Но фактически молитва не имела установленного текста, не было установленного текста до разрушения храма. Да? Ну, а принцип система была, например, Ишуа взял хлеб, возблагодарил, преломил и раздал. Принцип Амиды благодарение Богу и участие в этом. Потом и спрашивают ученики его, научи нас молиться, научи, то есть сделай, что нам говорить. принцип мы знаем. Потому что в храме, помните, человек стоял фарисей и мытарь. И фарисей как молился, там же принцип-то есть, да, а как бы сути, как бы записанной молитвы же нету. И мытарь, сборщик налогов. Тоже есть принцип молитвы, обращение к Богу, благодарение, а потом ты исполнялся, то есть внутренности и говорил Богу молитвы. После разрушения храма, как не было уже приношения жертв, не было за что и как, народ согласился в том, чтобы создать именно вот позицию Амеды. И фактически примерно во втором веке, во втором веке мы находим уже прописанные постулаты Амеды. Амеда это стояние, мы говорим, и там есть 18 молитв, и 19 было добавлено туда. Был такой Гамлиэль Второй, Гамлиэль Второй. О нем мало у нас истории о нем, но это был один из учителей. Гамлиэль. Зафиксировать текст общей молитвы. Гамлиэль. 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 Именно в Талмуде брахот 33а говорится о том, что именно Амеда было установлено великим собранием, но не было еще структуры, то есть структура была, не было прописано. А. Проход. Богословение. Слово бруха. В Талмуде есть такое от часть брухот. Есть вавилонский Талмуд, это я понимаю, в любом это будет записано. А. Просто 33а. Это отрывок из Талмуда. 33а. Называется брухот 33а. Там было записано, что именно молитва Амеды была установлена великим собранием. до эпохи Тананеев существовал запрет молиться по установленному образцу любому. Слово Тананеев это число. То есть Тананеев. изучать, учить, то есть изучать и учить Тананеев. Число. То есть не было, нет, это просто слово означает Тананеев на иврите означает как бы вот число или учить или заучивать как бы до этого времени нельзя было нельзя было заучивать молитвы. а теперь а теперь а теперь уже они заучиваются теперь учащие их нужно учить я говорю это потому что вы поймете что мессианская община была свободна хотя они следовали позициям которые были в народе они были свободны молитва была свободна они молились не по обрядам и мы понимаем что это очень важная часть частью была молитвы была шма слушай Израиль Господь Бог Бог один есть часть молитвы это уже как говорится пост храмовая молитва такая утвержденная она существовала но она была часть стала часть амиды стало четко что зачем и как в Талмуде также были еще другие молитвы которые позже уже были запрещены по своей еретической или же ненадобности молитв я думаю что это было связано с христианами 18 было таких молитв 19 было добавлено по причине как бы сказать молитва против иноверцев 19 молитва 19 была против иноверцев тем же Гамлеэлем вторым была дана и молитва должны понимать что принцип был люди люди молились и многие евреи верующие вешу мессии находясь в синагогах молились этими молитвами до второго века до второго века пока не было установлено полностью амеда и в ней была 19 молитва или позиция где была молитва против иноверцев направленная фактически против мессианской общины против евреев которые верят вешу мессию да вот этот момент поэтому уже в третьем веке сложности многих евреев верующих вешу мессию было очень подвергнуто испытание потому что в иудейской общине они не могли молиться амедой последней молитвой против иноверцев и с другой стороны развитие константином христианского вероучения изгнает как бы сказать отвращение от иудейских принципов веры да это суббот субботы потом песок да и других иудейских обрядов лишало евреев верующих вешу мессию основы вот эти вероисповедания они попались попались в какой расплох это конечно было большой трагедией в этом явно была принята вот эта позиция о которой мы говорим но все же говоря о том что мессианская община она развивалась и понимаем что здесь родившись на храмовой горе они не отлучались от храма апостолы или ученики ишу мессии они пребывали в храме мы видим это из писания правда они находились в храме после написано после молитвы например в четвертой главе 20 сейчас скажу какой-то стих там это первое гонение которое было на них их взяли на храмовой горе да братьев и запретили им говорить о мессии они пренебрегали это этим но молитва была их такая сильная не по амиде они же услышав вызывали к богу сказали владыка божий помните мы сотворивший небо и землю море и все что на них благодарение богу амид начинается с благодарением богу с амиды ты устами отцов наших давида раба твоего сказал духом святым что метутся язычники народы домышляют тщетное восстали цари земные князья собрались вместе на господа и на мессию его ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего ишуа мессии помазан ирот японти пилат язычники и народы израиля что делать то чему быть то есть они начали говорить о том что твоя рука это сделала все это должно было произойти ныне воззри на угрозы их и помилуй другими словами они если посмотреть на молитву их построение они начинают благодарить опять что ты сделаешь это ты опять то есть молитва строение идет как амеда но высказывание идет от сердца о чем я здесь то что еврейская община она мессианская община они следовали принципам жизни всей иудейской общины которая была они собирались на храмово горе они славили бога они потом расходились и преломляли хлеб вместе если мы говорим о молитве которая шел в девятый час дня да какой-то девятый час дня как вы думаете какая молитва могла быть а могла быть дневная а могла быть уже быть вечерняя да да если мы говорим фактически в христианстве осталась позиция трех молитв так и осталась она и основываясь на псалмах 50 псалм они используют чаще всего но на основании псалмов они утверждены и даже иудейская община они основываются на псалмах все свои молитвы они основывают на псалмах и девятый час примерно около 15 часов вечера то есть дня где-то примерно вечерняя вечерняя молитва могла быть вот такая вот интересно то что они значит если была девятый час значит это была уже третья молитва у них в день в день а значит они следовали тем принципам в котором находилась иудейское общество но суть знаете в чем что иудеи больше всего не противились им что они как бы верили в ишуа мессия потому что это все было на их глазах они конечно же управление или же синод такой иудейский они противились тому что происходило но люди начали уверовать больше всего вот это было первое гонение им запретили говорить о мессии об имени его потому что именем его совершались чудеса понимаете да они запретили говорить но они продолжали и второе гонение конечно очень серьезное гонение на мессианскую общину произошло из еленитов из еленов иудеев или евреев которые были как бы сказать более не иудейские а более светские светские или греческой культуры это мы должны понимать потому что Стефан Стефан он не был как бы иудействующий как многие из то время в Иерусалиме на Павел тогда еще не был спасен на например Яков брат Ишуа Мессии очень часто говорят в Диане Апостола и Павел пишет что и пришли от Якова раз когда пришли от Якова означало что пришли законники Иерусалимская церковь то есть Иерусалимская община причем тогда написано что многие из фарисеев и даже священников покаялись они покаялись и были частью общины и будучи частью общины они жили как евреи исполняли все обязанности традиции как евреи и даже Павел который после возвращения из диаспоры подчинялся Якову и проходил обрядность понимаете да то есть момент такой что Иерусалимская община она была довольно и такая хотя и свободу получила в Мессии Ишуа но они были законопослушны относительно закона были вымогов ортодоксами это очень и но ортодоксально вот эти вот более те которые консерваторы и хранители законов божьих они начали противиться тому что происходило среди мессианской общины то что например обыкновенные елены которые менее консервативны начали приходить в общину помните восстали елены против братьев и сказали наши вдовы непренебрегаем восстание такой свобода разговора другими словами как у нас бывает часто в общинах дайте мне высказать я свое мнение выскажу то есть свобода так как они были научены например в том же Риме высказывали свобода слова как далее как демократическое общество римское я хочу высказаться в синагоге высказались Петру и всем остальным братьям что это такое что у вас происходит это тоже же евреи почему не пренебрегаемы на их взгляд и тогда было собрание и выбрали служителей выбрали людей которые бы пеклись бы за этих еленов и всех остальных и вот услышьте меня пожалуйста очень часто как бы не хотят смотреть на эту позицию что не сразу этот разрыв произошел между иудаизмом и сегодняшним христианством этот не был внезапный этот раскол это происходило через время сильнейшее я уже говорил преследование началось когда вот начали еле больше еленов приходить в общину да вот и мы видим что Ирод взял под стражу Иякова брата кого Иоанна да и отсек ему голову и видел что это доставило удовольствие кому нет иудеям тем которые держались за это да мы понимаем что это было такое первое сильнейшее гонение на мессианскую общину и в это время община соединилась в порыве молитвы и ожидания чудес и чудесным образом Равш Симон Петр был освобожден из темницы Примерно где-то в сороковом сорок пятом году уже нашей эры из-за вот этих событий и вот этих которые произвели вот эти погонения многие рассеялись слово рассеялись уехали туда куда откуда приехали Испанию может тот же Рим тот же Вавилон и так далее местах рассеялись туда но жизнь мессианской общины она продолжалась и мы видим что они начинали формировать внутреннюю позицию относительно бедных позиции вот помощи другу которые взяты были у садукеев либо можно сказать Исеев извините Исеев группа Исеев то есть мы говорили да они они делили вот было общество которое хотя были отделенные такие вот они делились было общего и они как бы приняли эту позицию почему была такая позиция взята у первопословской общины они очень ожидали второго пришествия мессии сверхъестественно они просто понимали что Ишо ушел он был взят и он сказал что я скоро вернусь поэтому они продавали свое имение они делились и поддерживали друг друга друг друга и второе второе гонение заставило общину немножко как бы ну пересмотреть позиции честно позиции пересмотреть и они ноги рассеялись даже можно сказать сам Петр Симон он с этого момента стал миссионером нести миссию после этого он встречается с неевреями да после этих вещей и главенства взял в руки Яков даже в иудейской культуре его называют Яков мученик его убили в Иерусалиме сбросили со стены даже в иудейских трактатах его чтили почему потому что он был весьма богобоязнен так и назвались его праведник Яков праведник какие были черты общины в то время они были едины укрепляясь в единстве через имучица которое они раздавали было общее служение было совместная молитва написано что молитва и община прилежно молилась церковь прилежно молилась помните да ежедневное хлебопреломление по местах по домашним группам они разделяли это они осознавали свое призвание предназначение предназначение каждый член общины он чувствовал себя свидетелем жизни распятия и воскресения хаммэсь и шаммэсь на то время это было свежее в голове правда нам это сегодня сложно осознать но для них это была свежая часть поэтому они чувствовали что они несли это посланием. Их проповедь сводилась к простым вещам. Говорить, что все пророчества исполнились в Вишуа Мессии. То есть у них было вот тебе пророчество, вот тебе исполнение, вот тебе сказано, то есть исполнение того, что было написано. Община жила таким напряженным ожиданием второго пришествия. Поэтому они все распродавали. Я вам скажу, не потому что, услышите, не потому что будем долго жить, а теперь давайте распределим все и раздадим. И вот почему я пришел к этому мнению? Потому что мы видели даже в последние 40-50 лет эта история уже современной истории, когда даже помните недавно скоро придет конец света. Конец света придет, то есть 20-12 и так далее. И что люди делали по всему миру? Распродавали, закупки делали и так далее. Некоторые вот в Америке были такие такие книги. 88 причин, почему Христос придет в 88-м году. И там причины такие. Там люди продавали, брали кредиты в банке, это самое, раздавали людям свое имение. Скоро Христос придет. Раз пришел 88-й год, ничего не произошло. И следующая книга выходит 89 причин, почему Христос придет в 89-м году. И вот такие истории. Послушайте, вот это состояние, что вы видите? Вы видите исполнение пророчества, вы видите, как Дух Святой действует, исцеление, происходящее, приход людей к вере. 3000 человек сразу пришло. Потом вы видите гонение о том, что Мессия говорил, гнали меня, будут гнать и вас. Чук-чук-чук это все происходящее, подвергало людей к мысли, что он должен прийти скоро, уже вот совсем скоро, не сможете еще обойти все города иудейские, как он придет. Это мысль. И я думаю, это мое личное мнение, поэтому они распределяли среди бедных, чтобы дожить до того дня, чтобы Мессия пришел. Это мое личное мнение, хотя и может быть и другие чувства, потому что нужно будет помогать, нужно было выживать, нужно было распространять Евангелие, но в сущности эскатологическое положение, желание, Мессия скоро придет опять, и если он приходит, тогда нам нужно быть готовы, быть свободны от всякого бремени, всякого греха, запинающего, чтобы нас легкими поднялись на небеса. Но это служило к такой щедрости. И фактически это одно из удивительных вещей. Обильное управление Духом Святым. Община была Вадима Духом Святым. Очень сильно действовали дары внутри. Помните, когда пришли два человека, которые на словах распродали все свое имение? Она не Сафира. И Петр говорит, как вы могли солгать Духу Святому? Что вы сделали? То есть, да, раз и вынесли. То есть, страх находил на людей. Обильное управление Духом Святым толкало людей на веру и чудеса, которые происходили. Тень Петра. Да? Людей ложили чуть-чуть-чуть-чуть. И он просто и шел. Куда он и шел? Это же не служение как бы Бенихина, да, там, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. А он и шел. Просто люди выносили. Они знали, что просто он не имел ничего. Веду не начал служение теней. Теней там. Не начал особенно сегодня в полдень, когда в полдень сегодня ложим этих самых всех больных по правую после обеда на левую. Наоборот. Этого не было. Но они переживали и они переживали новый завет как бы в яве. Вот это то, что они двигались этим. Они основывались на авторитете апостолов. Позиция апостолов, влияние апостолов, то есть учеников в Ишуме и сила было очень сильным. Они мало того, что они были живыми и святыми, они были вводимы Духом Святым, и через них Бог действовал очень сильно, хотя и через других людей, но этот авторитет был очень сильным. Все действия Святого Духа носили строго организационный характер. То есть излияние Духа Святым и то, что происходило Духом Святым, они организовывали общину как в организм, где Бог реально действовал. Равноправие не превращалось в беспредел, другими словами. Все равно была структура, в которой община жила. Равноправие не делало беспредел. У нас часто всего говорят, кто такой, кто тебя поставил здесь? Давай, до свидания. Вот момент такой, в последнее время люди почувствовали, что они чуть-чуть свободны, а Дух Святой, он наоборот, он проявляет чудеса и знамения, делая равными людьми, но при всем это не было, не должно быть хаоса, все должно быть по порядку. Научение апостолов и пророков. Большое влияние на развитие мессианской общины и первой церкви, первой апостольской церкви, были строгие иудейские традиции. Очень просто. Строгие иудейские традиции. Вот смотрите, равноправие не приводило к беспределу по причине того, что внутри действовали иудейские традиции. Да. Вы меня так простите, прямо говорю так. Давайте возьмем сегодня, на сегодняшний день. Сегодня в синагоге есть трехдневная, трехразовая молитва. должен пройти этот путь. Поэтому селились вокруг синагоги и селятся сегодня вокруг синагоги. Да. Пути очищения, шувы, очищения, омовения, праздники, посты, то есть строгость иудейских традиций, она присутствовала в первоапостольской общине. Откуда мы знаем? Очень просто. Правший возвращается из своей миссии. Ему говорят, ты знаешь, иудеи говорят сплетни о тебе. А мы знаем, что это не так. Покажи не нам. Мы то уверены в тебе, что ты не ушел от традиций отцов, что ты не предал веру своих отцов. Покажи тем, кто смотрит со стороны. Слова, которые ты говоришь, ты имеешь веру, твоя свобода сидеть в капище, а если твой брат соблазняется, то ты говорил сам, что не буду кушать мясо. Поэтому пойди, чтобы народ твой, откуда ты, не был собращён, чтобы он не соблазнился, и сделай то, что по обряду. Он пошел и сделал. Побрился на лосо, пошел омылся, пошел по обряду. И вот эта обрядность, она имела свободу, потому что во Христе, в Ишуа Мессии, мы свободны, но при том она руководствовала всей общиной. Такие моменты, когда мы были в Эфиопии, мы побывали в еврейской общине, в Бет-Израэль, и там мы пришли к председателю общины, будем говорить так, главному старейшину общины, и к дом, там, где собрание было, потом они показывали все там вещи, которые там происходили, и мы нашли там, где кухня. А возле кухни за забором сидела женщина, сидела женщина, как бы все. И как бы там наши гости, там, которые мы были, они там что-то хотели сказать, поздороваться с ней, типа, мы же американцы такие, поздороваться. А она такая, не трогать, не трогать, не трогать меня, только не трогать. И сразу ей говорят, она во времена очищения своего. все. Ей еду давали так вот, подали, она пошла, взяла. Вот так, прикасаться к ней нельзя. Семь дней она должна быть в изоляции. Это отдельно это самое место, но с ней не прикасаться. То есть, эти традиции остались. Вы скажете, ну, это самое, как бы старый век, все остальное. Послушайте, есть моменты, которые нам нужно научиться. Нужно применять. Очищение, омовение. Вот, например, раньше такая позиция была, да, вот мы замечали, мойте руки перед едой. Зачем? Ну, чаще всего это, чтобы не было грязи, все остальное, чтобы чистые были. Но мы знаем в традиции, если ты сегодня сядешь с иудеем кушать, и ты не помоешь руки, и взявший хлеб, он чаще всего не будет даже разговаривать. Но из которых более свободно, они не будут обращать внимание, но они пойдут и помоют руки, помыть руки. Мы были в Зимбабве, перед любой пищей приходит сестра, женщина, да, льет воду, омываешь руки, вытер все, только тогда можешь прикоснуться к хлебу. Нормально, правда, это нормально, но вопрос именно община жила этим, мессианская община жила эти моменты. Неразрывная связь с иудаизмом, это был один из характерных особенностей общины 30-го, 40-го, 45-го, 60-го до 100-го года, примерно. До 100-го года. Здесь момент, больше этого, притча, вопрос к Ишуа был, почему они вообще едят одним этими руками, вообще, да, а он говорит ему притчу о том, что не то, что тебя оскорбляют, что входит, а что выходит, да, что выходит, и потом говорит, разве вы не знали, что Давид, который пришел и ел хлеб, хлебоприложение, то есть момент здесь очень, он тонкий, он пытался объяснить им вопрос не свободы твоей, а вопрос отношения с Богом, и он говорит о том, что если человек голоден, то должен быть на корме, если он, например, субботу нарушались, ему запрещали или его обличали в том, что он нарушает субботу, а он говорит, у вас осел упадет или там бык или вол упадет в яму, вы будете вытащите, то есть не то ли должно было сделать для этой дочери Авраамовой. Иудейская позиция сегодня, она очень близка, она очень близка к новозаветнему, например, сегодня позволяется помогать больным нарушать субботу, если ты врач, если ты полицейский, если ты пожарник, если ты военный, ты можешь нарушить субботу. Я просто говорю о иудейской, именно традиционной, традиционной, консервативной, может, ортодоксальной общины, да, вот, общины, потому что Израиль, он очень разношерстный, но именно там позволяется нарушение ради спасения человека. Если вы идете назад, то этого не было, поэтому Ишуа говорит, эти вещи должно было спасти. Если сам иудаизм, он прошел много изменений, если так вникнуть в него, любовь к ближнему, любовь к врагам и так далее, очень сильно изменилась и очень близки к новозаветным позициям, которые говорил Ишуа Мессия. Хотя свою очередь они будут говорить, А тот же Ишуа он взял из наших учителей Гамнеел и так далее. Ну вот, и как бы такое, христиане соблюдали часы, установленные в молитве, ритуальное предписание закона Моисеева, мы видим это в Павле, и таким образом никакого противостояния или противоречия иудейству, иудейскому образу жизни не было и не наблюдалось. В мессианской общине первого века никакого не было противостояния либо противоречия иудейскому образу жизни не было.